Магнитогорский многопрофильный лицей номер один вошел в рейтинг 200 лучших школ России. Цель составления данного рейтинга – выявить выпускники, каких школ поступают в 20-ку лучших вузов страны на бюджетное обучение. При этом показатели ЕГЭ специально не анализируются. Кстати, в топ-200 лучших российских школ вошли всего 4 общеобразовательных учреждения Челябинской области. Помимо Магнитогорского многопрофильного лицея номер один, который попадает в этот список уже во второй раз, в топ-200 вошли по одному учебному заведению Челябинска, Снежинска и Озерска. К слову, из соседней Свердловской области в рейтинг попали сразу 20 школ. Наша съемочная группа побывала в Магнитогорском лице и попыталась выяснить, за счет чего здесь удается сохранять имидж престижного учебного заведения. Даже после короткого разговора с учащимися лицея становится ясно – этим детям нравится здесь учиться. Несмотря на то, что за партами им приходится сидеть 6 раз в неделю и с утра до вечера. Не каждый ребенок выдержит такой ритм. Только тот, кто действительно мотивирован на получение знаний и осознанно, а не из-под палки родителей и учителей, закладывает здесь свою интеллектуальную базу. С удовольствием учусь, потому что учителя очень понятно, все интересно объясняют. И лицея – это не только площадка для получения каких-то знаний, но это площадка для саморазвития, для самовыражения, для творчества. Лицея – это место, где очень приятно находиться, где есть учителя, которые помогут не только с учебой, но и с какими-то бытовыми вещами. Они всегда готовы протянуть свою руку помощи, все время нам подсказывают что-то. Учат мыслить, а не в каком-то смысле думать по шаблону. Нешаблонное мышление – это, пожалуй, краеугольный камень образования, который дает своим воспитанникам первые многопрофильные лицей. Уже в начальных классах педагоги стараются подать учебный материал так, чтобы подтолкнуть ребенка к маленькому открытию. Если мы с первого класса уже с детьми занимаемся и научно-исследовательской деятельностью, когда маленький ребенок, давая интервью, говорит, мы выдвинули гипотезу. Вот стоит вот такая вот кроха, и она говорит о том, что они выдвинули гипотезу. И говорит, что не я, а это состав, это коллектив, это родители, это педагог, который ведет его по этим научным исследованиям. К седьмому классу лицеисты определяются со своими приоритетами и выбирают специальность, которую будут интенсивно изучать до окончания школы. Одни прикипают к математике и физике, другие – к химии и биологии, третьим – по душе экономический профиль, четвертый – не представляет своей жизни без информационных технологий. Базовую программу гармонично дополняет множество платных спецкурсов. При этом ребенок понимает, что уже со школьной скамьи вкладывается в образование морально и материально и старается, чтобы в будущем была хорошая отдача. Неудивительно, что выпускники Магнитогорского лицея поступают в МГИМО, МГУ, МФТИ, в Бауманку. У наших лицеистов традиционно высокие баллы ЕГЭ. Но, как говорят педагоги лицея, баллы – не самоцель. Все-таки мы формируем личность. У нас есть девиз «Лице сегодня, лице всегда». Нас очень радует, когда дети здесь себя чувствуют комфортно, с удовольствием приходят в лице и потом, выпускаясь, приходят к нам рассказывать о своих успехах, потом приводят сюда своих детей. Вот, на мой взгляд, это важнее, чем баллы ЕГЭ, потому что баллы – это все-таки не самое, наверное, основное в нашем процессе.